всем привет дорогие друзья вы на канале покашеварим и на днях произошло неординарное событие я подписан в инстаграме на black star burger и на тимати так уж сложилось слежу я за за ними и тимати такое объявляет мы сделали беспрецедентные цены мы придумали бургеры которые будут дешевле чем макдональдсе и бургер кинг и в других сетях объявляю о создании самого доступного бургера аналогов которому нет ни одной мировой сети гамбургер за 46 рублей и чизбургер за 48 черт подери по 46 и типа 49 рублей это реально дешевле чем в маке и бургер кинге я решил раз такое дело поеду ка я куплю эти самые бургеры и сравню их с макдональдсом и с бургер кингом встретимся дома но до этого нам придется поездить и пособирать бургеры папа нашей столице пойдем сначала блэкстаре возьмем нам надо два гамбургера и 6 чизбургеров нормально долго ждать будет еще просто обычный классический ваш чизбургер который нормальный типа не дешевый и туго у нас что получается гамбургер 46 чизбургер 48 рублей и это правда что они за эти деньги сделают мы сейчас возьмем и проверим пока ждем заказ вообще все с собой забираем да мы взяли black star короче и сейчас я я взял серьезно я не смог удержаться и взять только один там бургер да я взял еще и на вечер пацану своему димыч с собой взял короче мы затарились едем теперь бургер кинг макдональдс сравним теперь мы заедем в бургер кинг возьмем чизбургеры гамбургер там подъезжаем бургер кингу сейчас посмотрим расценки закажите здесь а меню то и нет кстати спасибо большое здравствуйте а сколько стоит у вас чизбургеры гамбургер 59 о спасибо все нам больше ничего нет нет тут просто чизбургеры гамбургер 59 блин понял а у тимати он стоит сколько он говорил там 46 капец то есть не просто на рубль там дешевле дешевле существенно и по идее должно быть вкуснее ну зная какие булочки там какие котлетки и прочее круто круто спасибо вам спасибо счастливо так окей все бургер кинг у нас макдональдс поехали в мак коварный тип виталька макдональдс у нас следующий на очереди идем за чизбургером и гамбургером чизбургер полтос гамбургер 48 наверное в блокстаре дешевле получается насколько непривычно мне сейчас в чеках видеть ндс я серьезно вот вы привыкли видеть ндс 20 процентов я нет я не могу к этому привыкнуть короче макдональдс макдональдс дешевле бургер кинга ну дороже все равно чем блокстар мы дома black star бургер макдональдс и бургер кинг сразу про цены чизбургер и гамбургер от блекстар дешевле чем макдональдс и бургер кинге в макдональдсе на втором месте стоимость и бургер кинг самый дорогой но это все условно там разница в рубль типа 2-3 ну то есть не очень существенная разница Но, тем не менее, Black Star дешевле, чем популярные сети фастфуда. Короче, первый фейл от Black Star. Ребята так засуетились, мы заказали что-то типа 5 и 2. Два гамбургера и чизбургеры. И вот это все без сыра, я не знаю. То есть, тут ни в одном из них я не нашел, как бы, ни кусочка сыра. Соус, да, но как такового сыра нет. Походу, это косяк, то есть, где-то должен быть сыр. В Бургер Кинге я не сомневаюсь, тут сыр, скорее всего, есть. И в чизбургере, и в гамбургере от McDonald's тоже сыр будет хотя бы в одном. Я в этом уверен. Чтобы было адекватно, я немножко их подогрею. Потому что они сейчас в одинаковом абсолютном положении, а не все нахрен остывшие. Поэтому чуть-чуть микроволновки повредит, но не повредит. Есть тут чизбургеры, там нет куска сыра, там сырный соус. Сейчас объясню. И чтобы вы не обманывались размером бургеров, я вам хочу показать, как бы, те бургеры от Black Star, к которым мы привыкли. То есть, вот они. Это классика, по-моему, один или ноль. Короче, вот размер булки в них. И вот размер булки в гамбургере и чизбургере. То есть, это действительно маленькие бургеры, но, тем не менее, булка та же самая. Котлета, ну, в смысле фарш, тот же самый. Теперь в чем разница? Вот это гамбургер, тут китченес, видите? А вот этот чизбургер, тут сырный соус, он желтенький. Внешне хрена отличишь, если не залезать внутрь. Давайте теперь анбоксинг гамбургера из Burger King. Размер такой же абсолютно. И гамбургер из мака. Здесь кунжут, тут не от кунжута. Далее чиззы. Чизбургер Burger King. И чизбургер McDonald's. Вот в чем разница. Принципиально вы понимаете, да, что они плюс-минус одного размера мы сейчас взвесим. Они плюс-минус выглядят все симпатично. Конечно, в Burger King и Black Star они выглядят симпатичнее. В маке самый унылый внешний вид. Просто булочка. Просто булочка. Давай попробуем взвесить эту радость. Давайте сравним по весу. Подожди, 98. Бургер Кинг. Это чиз. 111. McDonald's. Момент истины. И Black Star. Вот он. 121. У Black Star еще и самый большой оказывается. Окей, давай сравним гамбургеры. Black Star'овский. 115 граммов. 96. McDonald's. И Burger King 88. Короче, вот это шок-контент. И выясняется, что значит Burger King дороже всех и меньше всех, зараза. На втором месте McDonald's и Black Star красавчики граммчиков на 10 побольше и подешевле. Это ж надо. Я не говорю, конечно, вот про этого монстра. Вообще уберем его куда? Ладно, пусть лежит. Он не соревнуется. Ну что, давайте посмотрим в разрезе претендентов. Ох, е-мое. Burger King лучше вообще было не трогать. Он весь слипся. Ну а McDonald's все, сыр здесь прям куском лежит. Он тоже слипся. Я думаю, что каждый из вас видит, что Burger King вообще жлобярый. Вы посмотрите. Я реально раньше этого, ну, просто тупо не знал. Самая маленькая котлетка. В McDonald's она больше. В Black Star'е она больше еще. То есть, естественно, котлета Black Star'овская. Она выглядит лучше. Она больше. Она вообще выигрывает. Но Burger King это просто капец. Это вау. Зачем оно такое? И там, и там есть огурчики. Поверьте, в McDonald's тоже есть огурчик. Но он там прилип, короче. Как хорошо, когда есть длинный нож. Самура Альфа. Хватает на все три. Итак. Black Star. Burger King. McDonald's. Слушайте, ну, для меня открытие, серьезно. То есть, вот посмотрите, котлетка в McDonald's гораздо симпатичнее, гораздо структуреннее, чем в Burger King. Тут просто какая-то гребаная соевая непонятная субстанция. Ну, и безусловно, безусловно, в Black Star'е котлетка тоже хороша. Она тоненькая. То есть, тут без каких-либо прибабахов. Она тоненькая, так же, как и в Маке. Но она не такая отвратно выглядящая, как в Burger King'е. Блин, все, Burger King, все, мы вас раскусили. Ладно, давай пробовать. Я не говорю про булку. Конечно, в Black Star'е вот эта булка-бриошь, она гораздо лучше и интереснее, чем в Маке или в Burger King'е. Для меня реально шок, что Burger King реально хуже. Вот даже по внешним параметрам хуже, чем Мак. Нормально, салфеток мне все дали. Отстойная котлета, реально. Не, я чизбургер в Burger King'е, в принципе, ел. Я не помню как-то, но вот сейчас на контрасте. Очень кисло, очень скучно. Котлета, особенно, когда обратил на него внимание, кажется отвратительной. Макдональдс. Макдональдс, это Макдональдс. Классика. Я уважаю Мак, серьезно. Я заезжаю и люблю как раз взять пару чизов. По мне, не скажешь. Кажется, что хоть ты хочешь взять пару десятков чизов. Нет. Несколько чизиков и вообще нормально. То есть, если сравнить Burger King'е и Мак, то Burger King'е просто слил. Тупо невкусно. То есть, Макдональдс вкуснее. Хотя это тоже не предел мечтаний. Но, ладно. Чизбургер без сыра. Но с сырным соусом от Black Star. Самый дешевый. Интрига. Чего не могли сделать за такие деньги? У меня нет восторга относительно этого бургера. Но он абсолютно однозначно вкуснее, чем все вот эти до этого. Ну, это было очевидно, наверное, изначально. Потому что я предполагал, что они для этих маленьких бургеров не ездят за какой-нибудь плохой говядиной. И у них тот же самый Prime Beef. И в этом бургере есть недостаток и есть достоинство. Достоинство это офигенная котлета и классная булочка, которая мне очень нравится в Black Star. И котлета, причем, пожарена так, что ты чувствуешь привкус вот этого вот жареного белка. Ну, поджаренности котлетной, понимаешь? Такого в Маке и в Burger King'е подавно нет ощущения. Недостаток чизбургера от Black Star один. То, что тут нет как такового кусочка сыра. Вот все-таки сырный соус это окей, но сыр был бы прикольней. Но я понимаю, что это, наверное, стоило бы дороже. По факту Black Star, конечно, гораздо вкуснее, чем Макдональдс и Burger King. Рад за то, что теперь мы можем поесть, как бы, топовую котлеточку, условно так назовем, с хорошей булочкой за адекватные деньги. Но, безусловно, этот чизбургер, он уступает вот какому-нибудь классическому бургеру Black Star по всем параметрам сочности, мощности нет. Но зато есть адекватная цена. Что касается гамбургеров. С гамбургерами все попроще, мы хотя бы вот в Макдональдсе можем его открыть. Капец, что это? Это что вот это такое за лепешка? Ты посмотри, насколько богато Макдональдс кладет котлеты. И, пожалуйста, и Black Star здесь. О, вообще нормально. Нет, ну все-таки, да? Окей. Давай вот так вот поменяем местами. Макдональдс и Black Star сопоставимы по хотя бы количеству мяса, да? Понятно, что тут мясо вкуснее. Но тут тоже нормальная котлета. И вот это Бургер Кинг. Ну вот это для кого вы сделали, блин? Что это за сухарик, блин? В Макдональдсе хотя бы вот она, понимаешь, она какая-то такая. А это просто сухарик, вот. Бургер Кинг, это кошмар. Ну и отличная котлета от Black Star. Маленькая, маленькая, но отличная. Давайте взвесим котлетки. Это вот 28 граммов это Бургер Кинг. Макдональдс. Но на десярик на сколько там? А, они намного, кстати, больше. Просто распластаны. Может, я и зря на Бургер Кинг так нагонял. Но все-таки не, подожди, смотри. На Бургер Кинге тут соусов еще налито. Короче, котлетка маленькая. Как снять котлету с Black Star, я, честно говоря, вообще не представляю. Блин, ну она явно больше. Ладно, не буду я ее взвешивать. Все, давайте попробуем. Вы не поверите, я в Макдональдсе ни разу не ел гамбургер. Хотя понимаю, что гамбургер это просто чизбургер минус сыр. И все. А чизбургер это гамбургер плюс сыр. Сырка не хватает. Ну ладно, давай Бургер Кингу дадим шанс. У них там еще горчичка налита, в отличие от Мака. Да если сдвинуть, она половины бургера не займет, эта котлета. Капец. И у Бургер Кинга в котлете какой-то странный привкус. Я раньше этого тоже не замечал. То есть, если в Маке она довольно нейтральная, ну такая типа, окей, скажем прямо, ни о чем. То в Бургер Кинге есть какой-то привкус, и он как бы не типа говядиной. А он какой-то небольшой... Ладно, сейчас я буду называть славу, и мне скажете, что мне кто-то заказал, чтобы я Бургер Кинг унизил. Нет, они сами себя унижают, это просто капец. Блэк Стар. Блэк Стар. Маленький, но Блэк Стар, понимаешь, бургер. Просто бомба. Я вам более того скажу, что гамбургер от Блэк Стар вообще не уступает по вкусу чизбургеру. Если в Макдональдсе отсутствие сыра играет роль, то вот в случае с чизбургером-гамбургером от Блэк Стара особой разницы нет. Потому что этот сырный соус, он хоть и добавляет вкуса, но это все-таки не сыр. Реально, если вам дать съесть друг за другом, наверное, особой разницы даже и не почувствуете. Офигенная котлетка. Я считаю, эксперимент удался. Более-менее очевидный фаворит в этой истории Блэк Стар изначально. В принципе, и победил, и слава богу. Действительно, Блэк Стар красавчики. Уважаю Блэк Стар. У меня обзоров было сколько. Я не бегаю там с каждой новинкой снимать на Блэк Стар, хотя вы любите смотреть. Но, тем не менее, у меня уже было, наверное, три обзора на Блэк Стар. Разные там и Большой их бургер, и какой-то гавайский мы пробовали, и мороженое. Вот. И самый первый обзор просто на их бургеры тоже когда-то давно был. И каждый раз я выхожу оттуда, или вот после съемок обзора, или после того, как он выходит на канале, там, с ощущениями, что, блин, я доволен. То есть, не важно, что вот много хейта пишут, фу, там, Тимати, там, ну, каждый по-разному относится к этому. Я его музыку не слушаю, но вот за эти, вот, вот за это, за это я респектую ему от души. И ему, и Юрию Левитасу, если я правильно фамилию ударение поставил, и всем, кто вот занимается вот этой историей. И всем поварам, и поставщикам, и праймбифу, и булочникам. Ну, кто это делает? Красавчики. Это, как бы, очевидный вывод. И второй, странный для меня вывод, всегда считалось, ну, в простонародье, что Макдональдс есть, а есть, как бы, Бургер Кинг. Они, типа, на огне там все из себя готовят, судя по рекламе. Срань полная, ребят. Ну, вы видели эти котлеты? Ну, что это такое? Как это вообще понять? Такое жлобство, ну, как это? В общем, шок-контент, друзья мои. Победил Блэк Стар Бургер. Макдональдс, красавчики, тоже им респектую. А Бургер Кинг просто сливается. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, для вас теперь проще будет определиться, где скушать чизбургер или гамбургер. Очевидно, это Блэк Стар из этой тройки, на втором месте Макдональдс. А в Блэк Стар лучше вообще, наверное, и не ехать. За этими, по крайней мере, бургерами точно. Подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока. Пока. Димана. Так, ты что там все... Ты сейчас сам будешь искать чизбургеры. Я хрен знает, как их отличить. Что ты там все купил? Будешь? Ты понял, чем отличается? Важно. Внешне ничем. Вообще гната.